Игорю 7 месяцев, старшему брату Арсению полтора. Мальчики даже не догадываются, что квартира, в которой они живут с мамой и папой, куплена в кредит. Жить с таким обременением молодой семье непросто. А потому, как только появился второй сын, Галина с мужем уже знали, как распорядиться предложенным государством материнским капиталом. У нас квартиры в ипотеку хотим погасить частично. Ну и сколько возможно будет на ипотеку. Либо полную сумму, или частично. Материнский капитал сегодня 453 тысячи 26 рублей. Это не живые деньги. Их можно направить на пенсию мамы, обучение детей и улучшение жилищных условий. Как в случае с семьей Комаровых. Галина уже собрала полный пакет документов и сейчас будет ждать положительного решения. В случае такового сумма капитала покроет почти всю задолженность по ипотеке. Испоряжение материнским капиталом идет у нас досрочным. Мы хотим, потому что ребенку только 7 месяцев сейчас. И как по закону только 3 года должны исполниться младшему, чтобы распорядиться. А на ипотеку досрочное покошение можно. Досрочное это кажется единственное такое послабление, не знаю как это назвать. Галина делится. На прием в пенсионный фонд лучше записаться заранее по телефону или на сайте. Тогда стоять в очереди не придется, впрочем, и очередь не так уж и велика. Весной, в начале прошлого лета, мам с сертификатами на капитал было куда больше. Была запущена программа по единовременной выплате. Хочется напомнить нашим получателям материнского семейного капитала о том, что у нас действует программа по единовременной выплате в размере 20 тысяч за счет средств материнского семейного капитала. 20 тысяч наличными за счет суммы материнского капитала. В помощь семьям с детьми. У Анны как раз трое, а возможности обналичивать часть положенного капитала узнала от нашей съемочной группы. Если учесть, что вообще нельзя обналичить материнский капитал, то хотя бы 20 тысяч было бы тоже неплохо получить. Если на счету капитала денег осталось меньше, чем 20 тысяч, мама может получить остаток. Для оформления единовременной выплаты следует обратиться в пенсионный фонд или МФЦ по будням дням с 9 до 6 с пакетом документов. Документ в паспорт матери с НИЛС, полные банковские реквизиты необходимы. Анна отправится с заявлением о выплате единовременного пособия в ближайшие дни. Собирается потратить деньги на секции и дополнительные уроки занятия для детей. И это вполне осуществимо. Главное – успеть до 31 марта. Татьяна Кременецкая, Елена Федорова, Павел Игнатьев, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.